Добро пожаловать, друзья, на канал Invest Hacking. С вами снова я, Антон, и это ваш ежедневный криптообзор. Утро у меня сегодня началось рано и очень сумбурно пытаюсь поучаствовать в IDO Paid, купить токены в Globe, раз уж выиграл билет через Superfarm. Сайт все продолжает крошиться, они все оттягивают в это время, когда они дадут возможность поучаствовать в этом golden pool. И вот следующая попытка будет через полтора часа от сейчасшнего времени, когда я записываю это видео. Пожелайте мне удачи, хотя к тому моменту, как вы будете смотреть это видео, я уже, скорее всего, куплю или не куплю эти токены. Расскажу вам, как это прошло, запишу коротенький снимок экрана и увидите, как это все происходит. Говорят, что там нет газовых войн, вот посмотрим, так ли это. Ну, а мы начинаем. Начнем мы, как всегда, с цены на биткоин. Посмотрим некоторые важные новости из внешнего мира, которые будут иметь несомненно влияние на наш с вами криптомирок. И сегодня основной темой я выбрал тему стейблкоинов, потому что я знаю, многие из вас, дорогие друзья, не так давно присоединились в криптоиндустрию и нет четкого понимания, в чем разница USDT, USDC, BUSD, что такое DAI, при чем здесь TERA, как она работает. Вот. Не будем вдаваться прям очень глубоко в подробности, потому что они все равно никому не нужны, но чтобы вы, в принципе, имели представление, в чем разница, в чем сходство и как это работает. И отдельно поговорю о клейм-портале токенов Super, который вчера запустили. Тоже оттягивали на несколько часов. Я не дождался, даже пошел спать. Сегодня с утра все-таки запустили клейм-портал. Я надеялся, что там будет что-то еще, но там просто как кнопка клейм. Ну ладно, покажу, расскажу. И мы с вами посчитаем, сколько токенов Super попадут в обращение в ближайшие 6 месяцев, так как портал уже запустили, т.е. токены начали вливаться в оборот. Прикинем, посчитаем, и я думаю, что цифры вас шокируют. Итак, начинаем мы с графика биткоина. Биткоин у нас сегодня показывает такую большую красную свечу. Вчера, в принципе, до определенного момента все было хорошо. Биткоин шел, пытался штурмовать вот этот уровень 58, 58, 800, 900, 59 тысяч, и с него он упал. Это сильная зона сопротивления, отправила биткоин вниз. И, в принципе, пока он находился вот до уровня, допустим, 55, 700, я особо не волновался. Вот меня вполне устроит, если биткоин будет консолидироваться где-то в этом уровне. Сейчас, конечно, выглядит не очень, уже проливается под этот уровень. Конечно, есть и другие уровни, на которые стоит обратить внимание. Тот же, да, сейчас мы видим, что дневное, дневная 50-дневная. Средняя скользящая пока что держит биткоин, следующая будет сотая на уровне 50, да, и здесь у нас та самая зона, которая имела значение на протяжении вот этого периода времени консолидации биткоина. Так что, в принципе, можно ожидать, что прольется до 53,5, но с учетом того, как, в принципе, растет эфир и вообще общая булличность, так скажем, бычность настроенного стирынка. Возможно, биткоин дальше не пойдет, а отскочит уже здесь, его поймают вот, например, вот эта поддержка в 55 тысяч. Ну, вы мне уже напишите, когда будете смотреть это видео, сколько стоит биткоин сейчас. Давайте немножечко посмотрим сначала на эфир, а потом обратимся к истории. И, может быть, она прольет некий свет на то, куда пойдут дальше биткоин, эфир и альткоины. То, что всем интересно знать. Эфир показывает чудеса роста. Он просто не обращает внимания ни на 3 тысячи с такую красивую цифру, которую, вроде бы, все думали, что дойдет, не дойдет когда-нибудь эфир до 3 тысяч. И если вам сейчас кажется, что там какие-то токены проливаются и вот хорошо бы купить на дне, друзья мои, я прекрасно помню, как эфир стоил 70 долларов. Вот здесь вот это было, да, там 80, и на некоторых биржах доходил до 70. Вот здесь был такой товарищ Артур Хейс, сейчас он сидит в тюрьме, где ему, на мой взгляд, самое место, он был SEO биржи BitMEX. Это такая крупная биржа, где все торговали фьючерсами до того, как Binance запустил фьючера и всяких там Bybit и так далее. Да, вот 70 долларов. И вот здесь вот Артур Хейс твитил, что эфир сейчас прольется под 100 долларов и станет таким двухцифровым, ну да, two digits, двухцифровым щиткоином, и он будет шортить его в ноль, то есть до нуля. И когда эфир пролился под 100 долларов, вы себе даже не представляете, какая атмосфера была в крипто-твиттере. Это сейчас, да, hindsight кажется, что это было лучше. И это действительно были лучшие уровни, чтобы просто купить и забыть про крипту на 4 года, и сейчас просто пожинать свои иксы, да, но тогда это не выглядело так уж спокойно, и покупать было очень и очень нервно. Всех поздравляю, кто тогда это купил. Молодцы, друзья мои. Итак, эфир даже не обратил большого внимания на уровень Fibonacci 1.618 и полетел дальше. Куда он летит, можно посмотреть по графику биткоина. Вчера я чертил эту зону и говорил, что она имеет место быть, имеет значение. Мы видим, что биткоин вчера прорвался и сегодня уже ее ретестит сверху, то бишь, скорее всего, пойдет дальше. И следующие важные уровни у нас, ну, такие прям ближайшие, чтобы вот посмотреть в самой ближней перспективе, это, наверное, будет вот уровень 0.64, до которого он сейчас дошел. Но судя по вот этому мощному росту, я думаю, что мы в ближайшее время увидим 0.075. 0.75 – это важный уровень еще на… с мая 2017 года. Давайте, может быть, посмотрим. Мне кажется, он по месячным проведен. Да, вот здесь по этому топу можно зону, наверное, даже провестить. Давайте мы начертим вот такую зону и будем смотреть, как эфир в нее подходит. Я думаю, что на этом уровне он не остановится. Я думаю, что эфир полетит дальше. Вот можно взять такую зону и начертить ее по месяцам. Взять, например, вот этот топ, вот этот bottom, и мне кажется, да, что видим вот здесь вот зона сопротивления, поддержки. А я думаю, что вот эта такая широкая зона, давайте, может, чуть-чуть ее вот так, да, она будет иметь эффект. Это от 0.072 до 0.77. Если эфир и ее пройдет, то дальше уже это будет какая-то другая совсем история. Вот интересно, да, все спрашивают, где продавать эфир. Ну, зависит, опять же, конечно же, в первую очередь от ваших таймфреймов, да, то есть сколько, на какие горизонты вы смотрите, готовы ли вы держать эфир там 10 лет, или вы хотите выйти из него и закупить какой-то другой альткоин или альткоин, или выйти в доллары и забыть про крипту. Для этого, для всех этих целей разные таймфреймы. Кто-то, может быть, вышел вот здесь и сегодня докупил на ретесте поддержки. Ну, молодец, заработал приличные несколько процентов. У меня эфира определенное количество, которое я как бы закупил в долгосрок, и я не планирую его продавать. Я даже пытался вчера представить, по какой цене я бы его поменял на биткоин. Вы знаете, что биткоин для меня основная валюта. Я даже не знаю, сколько эфир будет стоить в долларах, но, наверное, я бы поменял эфиры к биткоину по цене. Я вам сейчас скажу, по какой. Я купил его не так давно по цене 0.30, 0.0.32. То есть, где-то вот здесь я увидел, что вот это дно мы прошли, и вот где-то здесь я его купил, сходил с ним вместе вниз, и теперь иду вверх. Значит, по какой цене я бы его продал? Давайте подумаем. Значит, если он будет по 0.1, нет, по 0.15, да, где-то по 0.16, где-то вот на прошлом абсолютном хае я бы, наверное, продал эфир. Если вы меня спрашиваете, где я продал бы эфир, я вам отвечу, что я продал бы эфир на предыдущем хае, не раньше. Причем это не исключает того, что эфир пробьет этот хае и полетит дальше, но для меня просто меньше, чем прошлого хае к биткоину не имеет никакого значения. То есть, если биткоин будет стоить, допустим, там 20 тысяч, а эфир при этом там 2.700, это приблизительно и будет где-то этот уровень, я тогда продам, куплю биткоины и дальше буду ходлить биткоины, а эфир пытаться перезакупить по каким-то нижним значениям. Ну, это обо мне, что с меня возьмешь. Итак, по эфиру биткоину... А, да, вот еще что интересно, друзья мои, давайте посмотрим немножечко на, опять же, на историю, да, и увидим, что предыдущий хае биткоина случился на неделе 11 декабря 2017 года, а предыдущий хае эфира, я не знаю, многие ли из вас этого не знали, напишите в комментариях, если вы этого не знали, предыдущий хае эфира случился 8 января 2018 года, то есть на 3 недели, даже больше, чем на 3 недели после хае биткоина. То бишь, если мы посмотрим на доминацию, мы увидим, что 11 декабря было вот здесь, и после этого началось резкое падение, то есть биткоин дошел до своего пика, и после этого альткоины пошли в дикий рост и съели очень много там падения, порядка 50%, а биткоин потерял свою маркет-капитализацию. Был ли это пик, я не знаю, но если это был, то 50% будет где-то на уровне предыдущего лоу, около 30%, то есть возможно мы увидим скоро уровни доминации на уровне 37%, и здесь я буду ждать отскока, потому что в принципе поддержек у биткоина не осталось. Можно ли считать, что это был пик, или можно ли сказать, что это был пик, и дальше мы только увидим альткоины, а после этого войдем в медвежий рынок, я не вижу пока, конечно, что это случится, но что я точно вижу, то что альткоины будут показывать лучшие результаты, чем биткоин, но это не всегда так, друзья мои, пока так, пока доминация биткоина падает, да, альты показывают лучшие результаты, кстати, хороший токен FTT. Я, кстати, уже начал собирать список альткоинов на май, знаю, что задерживаюсь, скоро вам этот список подготовлю, и один из них, скорее всего, будет FTT, напишите, если знаете, что это за токен. Все, переходим к основным темам. Dogecoin летит, это ладно, это вы на других каналах послушайте. eBay exploring crypto payments. Вчера сказали, что eBay – это очень большая площадка, такая типа как Авито в России, да, в Америке есть eBay, и они смотрят на то, чтобы начать принимать крипту как способы оплаты и устраивать NFT-аукционы на своем сайте. То есть, это такой абсолютно оффлайн, не крипто-сайт. Вот они смотрят в качестве оплаты на eBay. Следующим за ними, наверное, будет Amazon, если они захотят с ними продолжать конкурировать. Кстати, eBay появился раньше Amazon, и странно, что он просто отдал свой market share Amazon, по сути, хотя мог бы быть впереди планеты всей в Америке. Gemini добавила Doge. Сначала отправила много-много глазок, потом добавила Doge и пишет, что such wow. Поэтому Doge уже стоит больше 50 центов. Он уже обогнал по маркет капитализации многими любимой XRP 60 центов. У меня где-то, по-моему, тысяч пять Doge есть. Я их, по-моему, не помню, баксов за 50 или за 100 купил, врать не буду, но это было очень-очень давно. Раньше меньше доллара я не продаю. Но я вообще их не собирался никогда продавать. Это так. Валяются на Ledger. Надо посмотреть, сколько их там. Можете по 10 долларов продам. Вот будет забавно. Напишу, кстати, сколько X-ов сделал, если вспомню, по чем купил Dogecoin. Так, ну а сегодня мы поговорим о стейблкоинах. Постараюсь уже ускоряться. Итак, Tether. Стейблкоин номер один, маркет капитализации 52 миллиарда и USDT, всем известный, всеми любимый. Есть на ERC20, есть на Binance Smart Chain, есть на Trone. Почему он номер один? Что такое Tether? Tether – это цифровые деньги в цифровой век. Значит, какая-то контора, сначала они работали с Bitfinex, по-моему, с биржей. Они решили, что было бы хорошо разрешить пользователям пользоваться стейблкоинами, стабильными коинами, которые привязаны к доллару. Это было давным-давно, когда крипта только зарождалась. И они взяли какой-то офшорный банк, положили туда миллиард долларов или сколько-то долларов на тот момент и выпустили столько Tether. Тether и сказали, что у нас лежит один доллар, вот один Tether, вот там банковский счет лежит, вы нам на это поверьте. И Tether выстрелил, естественно, потому что он очень удобен, многие биржи его принимают, не все биржи могут пользоваться фиатом, но зато все биржи могут разместить у себя Coin, ERC20 токен и разрешить с ним торговлю. Кстати, огромное количество вообще торгов в мире происходит в Tether уже, не в биткоине, потому что биткоин волатилен, биткоин там кто-то скажет медленный, кто-то скажет дорог, а в Tether в принципе весьма удобно рассчитываться. Но в чем подвох? Подвох в том, что никто не знает, что это как бы, да, они показывают, что вот это какой-то банк, такая-то фирма, но все это какие-то офшоры, сейшелы, и реально как бы у всех есть сомнения, действительно ли там лежит столько денег, они периодически выходят, постят свои отчеты, пишут, что они 100% подкреплены, что каждый Tether токен всегда на 100% подкреплен, и раньше здесь было написано долларом. Сейчас здесь написано резервами, которые включают традиционные валюты, кэш, его эквиваленты, и иногда может даже включать другие активы, полученные из кредитов, которые выпускает Tether printed. Короче, чем-то там он, скорее всего, подкреплен. И почему он до сих пор на первом месте? Потому что он был первый, потому что в него уже очень много как бы вложено, и чтобы не париться, все пользуются Tether. Но криптофанаты, конечно, Tether не любят, потому что криптофанаты не любят даже доллар, как вы знаете, потому что доллар сам по себе манипулятор, как бы печатают, как хотят, а здесь еще на него сверху накладывается крипто-наложка. То есть, это дополнительный такой риск. Мало того, что и сам доллар по себе так себе, так это еще и крипта, так это еще и какой-то офшорный банк, которому мы с вами должны доверять. А вся тема биткоина не доверяй, а проверяй. Don't trust, verify. Поэтому я все торгую биткоином. Посмотрите мое видео. Так, есть еще токен USDC в Америке. Есть такая биржа Coinbase, она очень популярна, номер один. И они выпустили свой токен USDC, который, значит, the world's leading digital dollar stable coin. Ну, они, конечно, пока еще не лидинг, Tether все равно больше, но они подкреплены мощью Coinbase. У них там есть все лицензии в Америке. И вроде как они пытаются, они такие как бы белые, Tether такой вроде грязный, черный, серый, а USDC такой светлый и подкреплен солидными ребятами и поддерживает их там и Coinbase, и все-все-все. Поэтому, в принципе, я считаю, что если выбирать между Tether и USDC, я бы выбрал USDC, несмотря на то, что его market cap существенно меньше. Есть еще Gemini dollar и много разных других токенов, но, в принципе, смысл вы поняли. То есть, это какая-то фирма, которая поддерживает эти токены своими активами. Там вот какой-то CUSD и так далее. Но есть и децентрализованные токены, например, токен DAI. Сейчас я вам его найду. На, ну есть Binance USD, естественно. Понятно, его выпускает Binance. Вот есть токен DAI. Он не подкреплен долларом напрямую. Опять же, я не буду вдаваться в подробности, как это работает технически, но суть в том, что это децентрализованная система Maker, MakerDAO, знаете, да, который как раз сейчас пошел вверх, который я не так давно купил, о чем написал в нашем Telegram-канале. Вот, MakerDAO, он растет вверх, потому что спрос на DAI токен растет. Там DeFi программно все это рассчитывается. Есть collateral, то есть деньги, которые лежат как обеспечение, и выпускается вот этот токен DAI, stable coin. Когда в stable coin требуется больше, соответственно, часть этого collateral нужно привлекать больше, часть сжигается, токенов печатается больше. В общем, это как бы работает децентрализованно. Те MarketMaker, которые положили туда свои токены, например, токены Maker, они заинтересованы в том, чтобы токенов DAI требовалось больше, потому что как только токенов, когда спрос на токены идет больше, то цена токена растет вверх. А это stable coin, он должен держаться на уровне в 1 доллар. Значит, нужно доливать новые токены DAI. Для этого нужен больше collateral, то есть больше токенов Maker должно быть залочено на смарт-контракте. Это если коротко и просто, как я себе это понимаю. Теперь есть еще Terra Luna. Вы знаете, та самая Luna, которая ворвалась просто в этом году и покоряет тоже вершины MarketCup. Они выпустили свой токен UST. Они, опять же, тоже говорят о том, что MakerDAO хорошую идею создал, но с взрывом вот этого DeFi, Yield Farming и так далее, все это изначально, кстати, фармилось на DAI. Очень большой спрос был, и DAI ушел, откололся от доллара, чего не должно случаться, потому что инвесторы хотят стабильности. В итоге Luna сделала то же самое, что сделал MakerDAO, только такое более современное, то, что что-то, что скейлится быстрее. Как они это описывают, есть такая машина, которая превращает Luna в UST, когда это требуется. То есть, чем Luna сама является как бы топливом для создания UST, чем больше требуется UST, тем больше Luna сжигается. Чем больше Luna сжигается, тем выше она идет в цене, соответственно, потому что оборот ее уменьшается. Поэтому будем держать кулачки за токен UST, потому что чем больше его используют, пока у него небольшой MarketCup 2 миллиарда, чем больше его используют, тем выше пойдет цена токена Luna. Ну, а сейчас мы знаем, что с ростом цены эфира, альткоинов все больше и больше стейблкоинов нужно, потому что на что-то же надо это покупать. Поэтому я думаю, что на все стейблкоины будет большой спрос. И Terra, соответственно, тоже пойдет вверх. Terra, которая Luna, вот эта, она тоже должна пойти вверх, если я что-то правильно понимаю, потому что будет минтиться больше UST токенов. Ну, и напоследок покажу вам клейм портал Superfarm. Он выглядит вот так. Одна кнопка, клейм, подключаете кошелек и клеймите. Он потихонечку сюда капает, как вот у вас фармится на PancakeSwap, так и здесь появляются супер токены для тех, кто инвестировал в сейл, в пресейл и купил токены по дешевой цене. Итак, давайте посчитаем, сколько токенов попадет на рынок в ближайшие 6 месяцев. Итак, тут много разных ребят, которые патендуют на токены Super, но сейчас нас интересуют те, которые разлучились сейчас, то есть через 2 месяца после, 2 месяца клиф, то есть ничего не было. И вот вчера открыли портал, и теперь в течение 6 месяцев вот эти ребята будут потихонечку по блоку получать свои токены. Давайте посчитаем, сколько токенов они получат. Значит, B1 90 миллионов супер токенов, из которых 18 уже раздали на старте. 150 миллионов супер токенов, из которых 30 раздали. 100, из которых еще 20 раздали. Итого остается 80 плюс 120 плюс 90, сколько, минус 18. Это у нас 72. Плюс 72. 272 миллиона. Значит, 272 миллиона токенов Super придет на рынок в течение 6 месяцев. Сколько это в день? Разделим на 6 месяцев, разделим на 30 дней. Это миллион, полтора миллиона токенов в день. Разделим на час. Получается, что это 63 тысячи токенов Super в час. Сейчас поступает на рынок. Вот. Делайте свои выводы. Как это может отразиться на цене токена Super, я думаю, вы уже и так догадались. Тем более, с учетом того, что команда не торопится давать нам какие-то варианты, куда можно застейкать эти токены, куда их можно инвестировать. Пока они нам обещают только Super Starter и даже не объявили, сколько токенов нужно, чтобы участвовать в Super Starter. Для всех небольших холдеров токенов Super, я надеюсь, что сумма, которую нужно держать, чтобы получить, допустим, гарантированный allocation в Super Starter, должна быть большая. Потому что эти все киты, которые получат 272 миллиона токенов Super, им надо с ними что-то делать. И для ваших же благ, я надеюсь, что они должны будут их холдить, чтобы участвовать в чем-то крупном, чтобы не окончательно не дампнуть цену токена Super. Ну, вот как бы это то, что я вижу по развитию токена Super. Оставайтесь с нами. Буду держать вас в курсе. Как только будут какие-то известные детали по функционалу или Super Starter, я обязательно вам это расскажу. Ну, а на этом спасибо за внимание. Опять получилось длинно. Прошу прощения. Всего хорошего. Увидимся завтра.